Всем привет! У меня сегодня набор серии Гарри Поттер и Гремучая Ива. Можно взять Большой Залхоп Рецепт и взять Гремучий Ива, у нас сегодняшний набор, и соединить их, и получится вот такой вот большой хоп-рецепт. Ключевой элемент здесь, я так понимаю, что либо замок, либо вот эта машина. Ты как считаешь, Тима? Мне кажется, всё-таки ни то, ни другое. Мне кажется, это сама Ива. Это набор для тех, кому уже 75953 его номер. И ещё раз мы называем его Гремучая Ива. В набор входят шесть человечков. Первый Аргус Филч. Второй Северус Снэйп. Он злой. Третий Симус Финниган. А он не рыба, не мясо. Гермиона Грэнджер. Главный Грэнджер. Рон Уизли, главный герой. И? И Гарри Поттер. Самый-самый-самый главный герой. Ясно? Так, давайте открывать коробку. Коробка на пальчиках. Открываем коробку. Ух ты, порванный пакет. Итак, второй пакет. Второй пакет, ребят. А то мы не можем его показать, он порван. Давайте вот так. Давайте. Второй пакет. Четвертый пакет. На этот раз мы используем инструкцию. Хорошо. Инструкция. Раз. Наклейки. Так, ребят, наклейки. Первый пакет. Есть, вижу. Под автомобильчик. Угу. Вижу. Третий пакет. Уже много пакетов, я вижу, да, ребят? И пятый пакет. Есть. На счастье. На счастье второго пакета ничего не выпало. Слава богу. Итак, пять пакетов. Ну это много или мало, Тим? Ну, я не знаю. Мне кажется, что так нормально. Нормально, да? Угу. Сможем построить из него машину и, собственно говоря, замок. И саму еще гремучую. С趣. Тут вот есть такие вот стены. Угу. И тут вот есть флаг Гриффиндора. Вау, ребята! Это кру-уть! Супер! И такие картины всяких волшебников. Это которые у них висели на стенах, помните? Вот такая вот гремучиева. Гера, Кора Герева. Я правильно понимаю? Такая кора Гремучиева. Вот такая инструкция. Причем обратим внимание, Тимка В правом нижнем углу На ней нарисован знак волшебника Да, и палочки Посередине бузина То есть вот этот волшебный мир Он из волшебных палочек состоит Что в инструкции? Может взглянем одним глазком? В первой инструкции строится Машинка С Роном и Гарим Во втором пакете строится Гремучий Ива Сама по себе В третьем пакете строится Я так понимаю, большая башня И переходим дальше На вторую инструкцию Во второй инструкции строятся Вот эти две части А также Смотрите Герои, да? Да И пятый снэк И вот эта вот часть Так, вот и весь Хоббар Гремучий Ива собраны Ура! Ну чё? Вот получился такой вот Хоббард И вот такая Гремучая Ива С машинкой Сначала мы посмотрим В комнату снэка Давай, на стол В ней тут сидит снэк Так И вот такой вот стол Он снимается И там вот есть газета Вот это вот перо, о котором снэк пишет Ага Инструкция по палочке И такая вот лампа Да Красивая Да, и ещё Я забыл вам показать Но тут Гарри Поттер На картине Да ты что! Да Ну-ка, дай посмотрим Там есть такое окошко Там ещё есть Такая вот бочка Там лежит молоток И топор Зачем ты ему всё? Так А слушай, а вот это чёрное Это что такое? Вот там вот стоит у стены Это стул, да? Вот это вот Да Да, это стул Ещё тут есть свечка И настольная лампа В общем, со столом И с инструментами Только без мини-фигурок Всё выглядит вот так Ага Тут вот Есть такой вот въезд для машинки Ага И тут его хранят Хранитель Холмбурца Да Тут вот маленькая башенка И ещё тут есть такой вот шкафчик Где сидит лягушка Это её типа домик И ещё тут вот есть такие вот Такая вот нижняя штучка Где много-много Скляночек Разных баночек, да Чуть повыше расположены Спальня Гриффиндора А ещё чуть повыше домик Букли Ага Тут вот стоит такая вот лаборатория Ну, в которой есть две Ну, в которой есть шклянки И стол для того, чтобы делать всякие такие Бух Бухлки Ну, зелья Всякие разные Дотвары Я не знаю, что ещё Привороты Правильно, да? Ну, да Так Вот он спереди Ну, что, так достаточно красиво выглядит, я бы сказал Да Теперь мы будем смотреть на гремучую иву Вот у гремучей ивы Тут внизу есть такая вот Такая вот дверца Ага В которую можно прилезть Ещё тут есть Такой вот специальный механизм Который может крутить ветви Да И вращать машину Ещё тут есть Настоящие ветви Которые двигаются Такой вот Такие круговые ветви Которые не сделаны для того, чтобы Что-нибудь продать И машина может впасть на эту На эту гремучую иву И типа Машину эту поймают Ага И машина сама по себе тоже красивая? Да Машинка ездит вот так вот Ага Внизу, сзади у неё есть чемоданчики Ага В багажнике Ага Открываются дверки Ага Сверху открываются крышки Там можно посадить двух человечков Ага Ну И сама машинка может летать Нет, ну Сама по себе Без помощи Это Человеку Она не может, конечно, летать Но в фильме может Да И в общем она может И вот эти весь на отпадающие зеленые травинки Которых Тимка уже вас предупреждал Да Я именно поэтому отклоняю эту игру Ну Вы можете эти штучки просто убрать Поцепить Тогда они не будут вам мешать Да Итак Вот сам Хогвартс Он Я не думал даже Что он будет такой большой Ты думаешь, что он большой, да, все-таки? Ну да Я думала, что он будет Вот этой игрушки Вот как-нибудь так Угу То есть, по-твоему мнению Он достаточно большой получился, да? Ну да Угу Давайте все-таки еще посмотрим Как по обычаю нашу коробку Да, с обратной стороны Так Вот тут вот Гарри зацепился за ветку Тут вот Рон вылезает из машины Но ему некуда вылезать Угу Чемоданы у них улетели Тут вот Это Хранитель Хогвартса и Снэк вышли Посмотреть, что это там за шум на улице А Гермион и вот этот мальчик Упражняются по подниманию перьев Хм-хм Интересно Итак, тут вот показывают на самой вершине Что можно взять Большой золхогвартс И гремучий ив И совместить И получится такой вот большой хогвартс Тут вот показывают Что можно Что тут есть такой багажничек Тут показывают, что гремучий ив Может крутиться Тут показывают, что Рон вылезает из этого Из этого Дерева Да, из этого дерева Тут показывают, что Рон с Гарри спят Ага Тут вот Он показывает уже тоже стенки А тут вот Они пришли к Северусу Кабинеты чего? Да, и он их ругает А, и он их ругает, да? Да Тут вот они колдуют Пытаются наколдовать Какую-то абракадабру Ага А тут вот Гермиона выбирает Какую ей склянку Надо взять Ага Итак, тут вот автомобиль У них уже заехал Тут вот Гарри и Рон Так говорят, типа Привет-привет Хорошо, что мы доехали Тут Гермиона просто стоит И, видимо, выпила уже Из-за этой склянки Этот уже понял, как надо делать зелье И у него тут уже Вон, что полетело Тут вот Снэк пишет газету А этот вот Прокаживается по окрестностям И смотрит, чтобы никто не нашел порядок Да Мы посмотрим Гарри Вот наш Гарри Поттер У тебя уже был Гарри Поттер? Да Ну, по-моему, в такой рубашке у нас его не было Ребят, смотрите, какое у него лицо Испуганное Да, такое испуганное лицо Ну, кто не испугается, раз Когда они, это, упали на иву И она их хочет убить Причем, обратите внимание, ноги у него маленькие Да, они убедущиеся Как у мини-фигурки А, слушай, а с волшебной палочкой у нас как обстоят дела? Ну, она вот какая современная, да, то есть крутящаяся, да, волшебная палочка? И, я так понял, меняться палочки у героев не должны А, слушай, а этот шрам-то у него на лбу-то есть или нет? Есть Ребят, точно ведь есть, смотрите сами Все как положено Как у настоящего Гарри Поттера Да, и на другой лицо Вау, второе лицо-то еще лучше первого Он такой, я крутой, я крутой Я подлетел на машине и такой бабахнулся на дерево И дерево меня хотелось есть Оно же его Не, а что она с ним хотела сделать? Она его хотела куда-то убить, да, хотела? Они еле на этой машине выкарабкали Да Ну, сзади спина тоже, в общем-то, такая же рубашечная, да? Ну, да Такой Гарри ничего Ну, такой впечатляет Гарри Поттера И теперь мы переходим к следующей фигурке Это теперь Рон Уизли Первый мой, мой самый-самый-самый-самый первый Рон Он был Хогвартс Экспресси Могу ли я тебя попросить все-таки поставить их рядом Чтобы мы могли сравнить Когвартс Экспрессовские Рона Уизли И Рона Уизли из набора Гремучей Ива Вот два Рона Уизли Я вам хочу сказать, что они отличаются рубашками Ну, и лицами, наверное Или у него точно так же два лица, да? Ну, я так понимаю, что они у них другого цвета И рубаха другого цвета, правильно я понимаю? Да А лица одинаковые? Волшебные палочки одинаковые? В общем, все одинаковые Все одинаковые Слушай, ну, тоже интересно, да? У-у-у-у У того Рона, который из Экспресса Рубашка похожа на рубашку Гарри Поттера Да, по цвету только красная Да, тоже Угу, такая клетчатая рубашка Вот такие они спереди Ну, что Такие нормальные герои Ну, да Такой галстук, я его узнаю Такой серый свитер Ну, и такие серые штаны Волосы Такое спуганное лицо есть И есть лицо такое Ну, убающиеся Да Типа, я ничего не боюсь Ой, нет, я все-таки чего-то боюсь Но я не самолезу ничего В общем, мини-фигурка Это у меня не впервые Она у меня уже в треках Давайте разглядывать этих героинь Три гермионы Причем волосы у двух очень похожи Ноги похожи Только одежда разная, да, получается? Да А третья Это фигурка из Каким-то раз Мини-фигурок Мини-фигурок Она вообще не похожа На других Она не похожа На ту актершу Которая играла гермиона Да, согласен Давай не будем ее смотреть Давай мы ее как бы отставим в сторону И посмотрим на вот этих двух Они, мне кажется Волосы у них просто Замечательные, да Такие характерные Для гермионы Ну, и лицо тоже, по-моему, похоже Чуть-чуть Так, поверни их другой стороной Так она у нас смотрит Типа Привет, Тимка Привет, Гермиона Теперь я буду стоять у тебя на полке Ты как? Я не против Ты не против Я с тобой играть не против Мы будем вместе Спасать мир Да, я согласен Такая задача на лицо Опять спасать мир Я же уже спасала Ну, каждую серию Ну, сколько можно? Ну, сколько это вообще можно Ясно Ясно С гермионы Грэнджер понятным Продолжаем дальше Это Тоже ученик Хоп И вот Тимус Финнига Ладно, вот такая фигурка Тоже Нескладываемые ножки Серый Школьная форма Дриффиндора Да Такие коричневые волосы Волшебная палочка в руках Красно-желтый галстук Белая рубашка И у кого-то Жени лица Да Редактор субтитров Аргуст Филч Это у нас Смотритель Я так его называю Он нашел Тайную комнату Здесь С Малфем И с другими Слизеринцами И так Вот он сзади Сзади у него Второе лицо Вот лысина Нет, ну смотрите Она, ребят, как бы Это такие волосы Которые снимаются Это такие специальные волосы Специальная лысина Которая специально создана для него И сейчас Тимка на него наденет волосы Давай, Тимуха, надевай Яс И вот такой он стал Тимка, дает ему в руки фонарь Такой вот Смотрите, и хоботка И вот такой вот Смотрите, и хоботка Ну, в общем Такой вот Сириус Нек У него такая черная волшебная палочка У тех ребят были коричневые А у этого черная, да? Да Жилет какой-то такой интересный Сама фигурка из себя представляет Такого типа черного волшебника Злого-злого-брезлого Они сначала думали, что Самый главный злодей Это не кто-нибудь А именно Снэк 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 Но оказалось не так Это оказалось вообще Другой Ну, я не буду так Все историю рассказывать Лучше вы сами посмотрите Ну, слушай, Тимка Ну, ведь он потом Как бы в конце концов Убил Дамблдора Я так и не понял Вот все-таки он хороший Или плохой Ну, да Я вот так вот У меня до конца Не сформировалось мнение Хороший Дамблдор Он сам сказал Типа Снэк Убей меня Ну, я все-таки думаю Что он хороший Да Хотя он там вроде как И с Волан-де-Мордом В одной компании В общем Все запутано Мне кажется Он как вот с этот Ну, ребят Наверное, напишут Свои Нам в комментариях Все-таки Тонко На стороне добра Или зла Да Сзади у него Вот такое Выклицо В общем Вот такой Снэк Мы не знаем На какой он Именно стороне Он злой Или добрый Что Снэк Идет в этот набор И мы О нем Рассказываем Да У меня уже Получилась Вот такая вот Машинка Тут вот Будет ящичек Ну, багажник Или чемодан Ну, как без Чемодана Без багажника Ребят, давайте Я прям Не буду дожидаться Прямо сейчас Положу чемоданы Туда Опа Вот Чемоданы Уже в багажнике Вот я забрал Такую вот машинку Ну Она Плохая Есть Так Колеса плохо катаются Да И у нее есть багажник Вот такой вот Оттуда Могут вылетать Чемоданчики И вот Багажник Вот так вот Двигается Еще Тут вот Есть Такие вот Две Чем Так Ну, сразу видно Что это какая-то Старинная машина Да Как по фильму Так и было То есть Она какая-то Потопная Такая Старых Престарых Ремен Да Сможет Поместиться Либо Одна Взрослая Минифигурка Либо Две Детские Минифигурки То есть Туда можно В багажник Человека Запихать Да нет Ага Нет Вот тут Открывается Часть И там Вот Сидит Гарри И Ром А, понятно То есть Может ты про машину Да Говоришь еще Да Не похож Минифигурки Ясно Ясно И вот Она Такая Внутри Ну Машинка Нормальная Да А что колеса У нее Плохо Ездят В чем Секрет Мне кажется Не так Специально Сделано Чтобы Ну что Эта машинка Ведь летает Ей не колеса Необязательные Правильно Да Смешно Слушай А покажи ее снизу Почему там Они крутятся Плохо Да нет Так-то они Ребят Смотри Вроде нормально Тут нормально Крутятся Да Но у них Плохое сцепление А Плохое сцепление Да И у них там Они По Ровной поверхности Мне кажется Как-то Ходит тяжело А дверь Это у него Открывается У этой машины Да Так И с другой стороны И так Пока Димка Там копается Я вам покажу Номер Который На этой машине Нарисован Причем 7990 Да И с другой стороны Точно такой же номерок Ребят Но это значит Наверное что-то Что такое 7990 А Наверное по фильму Наверное в фильме Там было именно Это число Ты как думаешь Может такое быть Думаю да И что плохого В этой машинке Так Да ничего плохого Тут нет Она нормальная Нормальная машина Ну так и колесики Правда Но она нормальная Конечно Нормальная машинка Но мне понравился Например Вот этот задний вид Как бы Таких старинных машин Вот такой багажник С такими вот Не знаю Крыльями такими Такими старинными Предают ей какое-то Сейчас таких машин Уже не делают Да И фары Смотри Не фары А вот эти зеркала Тоже прикольно Сделано Ребята Да Такие Ухваты Маленькие Ага Такие Высовываются Один на один Ну что Вот такая машина В принципе Прикольная И багажник Все-таки Открывается Давай Тимка Покажи Еще раз Ребятам Как он Вот так Я уже сто лет Пытаюсь Я сто лет туда Пытаюсь Засунуть Палочки Но оказывается Что багажник Принадлежен Только для Чемоданов Ага То есть Палочки туда Уже не везут Да Либо чемоданы Либо палочки А сразу Чтобы и рыбу И мясо туда Положить Оно не влезает Либо рыба Либо мясо Да Ну и рыба И мясо не влек Вот такая она Спереди Посмотрите Какой Характерный Такой изгиб Вот это Прямо Дизайн Старых машин Они Леговцы Очень четко Передали Стиль Того времени Посмотри Красиво Сделано Молодцы Да И цвет у нее Такой Не портит Глаза Такой Нормальный Крутой Да И Давайте Теперь Проступим Собирать Гремучую Иву Собственно Переходим К дереву Да К самому Главному В наборе Этот набор Как раз Называли В ее честь Гремучая Ива И должна Получиться Такая Вот Ива На которую На которую Падает Автомобиль Ага Итак Вот Я построил Гремучую Иву А на ней Автомобиль Тут Вот Есть Такие Кустики Которые Как-то Я не знаю Как Укрепляются Ветку Ветки И Вот Так Крутятся И не Отваливаются Это Какая-то Карусель И Ром, ты что? Она хлопать его начала. Ну, хотя бы хорошую посадку совершили. Спасите! Я хочу домой к мамочке. Давайте, спасайте себя от оттуда. Все-таки упали. Больше не ходите сюда. Они дают вас по-настоящему. Спасите! Да, и кто смотрел прямо все серии Гарри Поттера, тот, наверное, помнит, что в Гремучей Иве была какая-то комната. Ну, вернее, такой ход. Давай посмотрим. Ух ты, ребят, смотрите, он как бы тоже с дыркой. Вот так вот все это выглядит. И вот снаружи, внутри там вот нету дырки, там только механизм. И можно сделать вот так. А, то есть типа он вылезает оттуда? Угу. Вот он такой вылезает. И тут можно на мини-фигурке схватиться. За ветку, да, как бы? Ну, да, за ветку, типа. Правда, есть один минус. Давай. Вот эти вот маленькие корешки, которые на Гремучей Иве, они весело отпадают. Угу. И ставить их как-то не очень хочется. Так что Гремучая Ива, она классная. Тем, что на нее можно автомобиль поставить, она крутится с этим автомобилем. И у нее есть такое вот дупло маленькое, но есть минусы, это то, что вот эти вот корешки отпадают. Зеленые, да, взбаливаются. Сейчас будем переходить к сбору Хокбутсов. Давай. Это будет у нас какой с тобой пакет? Это у нас будет третий пакет. Пакет? Ну, в третьем пакете не будет минус. В уроках это, конечно, жаль. Там будет букля. Ну, журите, сова Гарри Поттера. Букля. Букля – это моя самая первая сова. До этого в серии Гарри Поттера было тысяча миллионов миллиардов сов. То есть это не первая сова, которая вообще входит в эту серию, да? Вот такие шпили. Да, и еще. Вот это моя первая такая вот башня. Можно сказать, что это комната букли. Да ты что. То есть получается уже пришли целые почти готовые детали. Смотрите, ребят. Из двух деталей сразу получилась башенка. В общем-то. Я никаких конусов, кстати, не помню по жизни. Были, да, такие раньше? Какие вот эти? Ну, да. Да, они были уже около тысячелетия. Да ты что. Ни за что бы не нагорался. В общем, тут будет подставка под буклю. Там она. Так, вот это у нас то, чем закончились первые два пакета. Да. А вот это то, с чего началось все. Итак, вот я собрал вот такую вот башню. Ну что, прикольная башня. Да. И сзади, там очень много интересного. Давай, прежде чем все-таки мы посмотрим сзади, давай все-таки покажи нам еще ее фасадную часть. Это что? Фасад. Это фасад вот этот, да. Вот она такая спереди, тут вот наклейки использованы, как камни. Такие уже потертые, вытертые. И тут вот есть вот такие вот окошки. Увы, эти не открываются, потому что там стоят стеллажи. В общем... Ребят, ну мне кажется, знаете что, это вот такой и будет замок Огоц, правильно? Да. И потом тупаков еще достроятся в другие части и пристроятся. Ну, мне кажется, это впечатляет. Впечатляет, да, думаешь? Нет, ну так, это не очень, а внутри... То есть самое интересное, это внутри, да? Давай, с чего начнем, с какого этажа? Начнем с первого этажа. Тут вот можно... Тут вот очень много всяких таких... Мелочевок, да? Да, всяких таких вот интересных... Элементов. Да, всяких таких баночек, плюшечек, блюшечек. В общем, много чего такого волшебного. Склянки, банки. Такая вот кофеина. Какого-то волшебника, может, Дамблдора или еще кого-нибудь. Нет, да? Вот такие склянки стоят. Обратите внимание, да? Метлы, швабры, кубки. Ну, чего-то, которые тут нет. А где, собственно говоря, лягушки? Тут ящичек. А в ящичке лежит лягушка. То есть секретная лягушка в секретном ящичке. Поднимаемся повыше. Угу. Там у нас располагаются спальни. Туда, правда, можно посадить всяких фигурок. Угу. Двух мини-фигурок Гриффиндора. И, в общем, там прямо есть флаг Гриффиндора. Поднимаемся на еще один этаж выше. Угу. Так, поднимаемся на этаж выше и наблюдаем за буклей. Да. Тут вот есть такая специальная комнатка, в которой живет Букли. Тут вот можно... Тут вот есть такая вот штучка, на которой пишут листок бумаги. Угу. Так, где он... Вот он. И сама Букли. Такая подставка для Букли, чтобы она, типа, вдохновляла до Репоттера. Куда он писал. А это, типа, перо. Да, я правильно понимаю, еще раз ты сказал? Перо, чернильница и листок бумаги, чтобы... Да, это... Это луна, перо и белый... Свеча, луна, перо и белый лист. Внутри она интересная. Угу. Ну, снаружи, я вам хочу сказать, она не очень. Угу. Ну, тут вот есть такая вот башенка. Маленькая башенка тоже. Смотрите, как стильно сделана. Неплохо, молодцы. Так. Ну, и сама большая башня очень высокая. Ммм, такая высокая башня, да, красивая? Да. Со спинем. Открываем следующий пакет. Пакет номер 4 и пакет номер 5, да, получается? Тут сразу нарисовано на одной странице. Да, потому что это начало новой страницы. А, это уже вторая книжка. Вот такой вот Хогвартс. И вот... В общем, этот Хогвартс с таким специальным въездом для машин. Угу. То есть это ворота так и задумано, да, сделать? Да. И причем у меня есть один вопрос. Давай. Хогвартс и не было такой фигни. Ну, как это образовалось там вообще? Откуда взялись эти ворота для машин? Да. Не то что, вот динамит подложили, и все взорвалось. И выложили только хорошо. Как это вообще-то? Действительно, как-то странно. Да, но все равно, когда он заезжает, тут ничего такого плохого не происходит. И, в общем, все-таки и хорошо, и плохо, что они это сделали. Итак, вот у меня такой вот Хогвартс уже получился. Ну, тут вот есть два крепорных, ну, две детальки, которые будут скреплять Хогвартс и вот этот Хогвартс. И мы поставили такие ворота. Тут вот еще поставлена башенка, в общем. Ну, мы это уже посмотрели. Так. Теперь мы переходим... К этой части. Да. К этой. В общем, мы переходим сюда. Если ее повернуть, то тут очень интересно. На заднем плане там вот расположены всякие две картины. И множество-множество ваночек и шкляночек. Тут еще есть две, два этих, две ложки, две паврошки и два котелка. Посередине стола стоит свечка. Тут вот достается ее внутри, там, розовая. Ну, то есть, я так понимаю, в этом наборе очень много каких-то вот таких мелких элементов, типа каких-то, не знаю, кастрюлек, горшочков, стаканчиков. Да, Тимка? Да. И так вот Хогвартс уже увеличился чуть-чуть. Ну, это еще не последний пакет, правильно я понимаю? Да. Да, осталось еще немножечко, и все готово. А мне вот нравятся вот эти элементы зеленые. Смотри, какие-то вставки зеленой травы вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот такой замок уже, и его тоже нормально на его фоне смотрится. Ну, давай еще раз я покажу ребятам поподробнее, как бы все-таки, что там есть у нас внутри. То есть у нас там, да, вот такие вот разные склянки. Вот тот портрет, про который говорил Тимка, какой-то волшебница, наверное, да? Волшебница, а на другой стороне волшебница. А, и с этой стороны тоже, да, есть? И с этой стороны есть. Угу. Вот такие вот портреты. Ну и вот такая вот комната. И Гермиона там что-то пытается замутить. Какое-нибудь чародейство, волшебство, и зеленые. Ладно, Тимок? Да, и так. Пошел пакет номер пять? Да. Это кабинет снега. Что меня впечатлило в этом наборе? Меня это, меня впечатлило, ну, Гремучая Ива, она очень меня сильно впечатлила. Как вот, вот эта вот, она крутится, на нее можно поставить автомобиль, вот эти вот штучки двигаются, крутятся. Еще мне понравился автомобиль, ну, ну, в общем... Как сам замок, тебе понравился или нет? Да, сама школа очень интересная. Вот, мне больше всего в школе понравилась вот эта вот башня, потому что тут вот и комната для буглей, и вот спальня, и даже вот множество, множество скляна. А я знаю, что Тимка любит вот всякие вот такие мелочевки, всякие вот палочки, баночки, кристаллики, горшочки, мышек, вот свечки. Вот это вот у него просто какое-то... Да, я просто обожаю, что такое мелкое мнение. И в этом наборе действительно очень много таких вот моментов, которые вот, посмотрите, у Северуса вот тоже много всего такого в комнате, везде газеты, еще что-то нет, вот этой мелочевки здесь в этом наборе. И все-таки сюда входит шесть фигурок, да, это тоже неплохо для набора. Да, шесть фигурок Лего. Тем не менее, четыре ребенка и два взрослых. И еще сюда входит букля и одна ябушка. Согласен? Да. Ну, то есть, по-двоему, это достойный, да, набор такой? Да, набор очень... Ну, ты ведь действительно хотел его долго купить и деньги купил, чтобы его купить. И все-таки вот теперь получилось, что такой набор у тебя есть. И вот мы ребятам показываем, что в наборе получилось. То есть, достойный набор, да, хвалишь его? Да. Он мне... он меня впечатлил. Особенно, как вот тут вот эта вот с лесенкой, тут можно подниматься. Вот это вот... в общем... Достойный. Да. Ну, ладно, что, спасибо, Тимка, за рассказ. Давай, поиграй теперь немножко. Че, делать-то такое. Теперь осталось только играть. Собрали, будем играть и ломать. Да, и можно даже покомбинировать чуть-чуть. Да. Если поделиться, конечно. Ну, давай, счастливой игры. Итак, я с вами прощаюсь. Всем пока. Пока, Тимок. Пока. В общем, я, мне кажется, вас запутал.